Прочту еще несколько стихотворений из цикла «Одыванчик разбился в осколки», но вначале маленькая импровизация на фортепиано. Курс реформ. Почему, когда говорят нам эти два слова «курс реформ», ближайшая рифма, какая-то неприятная возникает, хлороформа. Реформа – это же к лучшей жизни, а хлороформа – сохранение и отсутствие существования. Эх, почему же в нашей отчизне это достойно упоминания? Ведь на свете столько общественных форм, благополучных и вполне изученных, а мы все живем, живем и живем, такие закрученные, замолченные. Зато постреляли, поголосовали, перестроили, хлебнули вранья, от вранья убегали, а нас обобрали, зато снова попали в временные какие-то края. Пирожер птицы. В целлофоне лежат мандарины, взгляд гуляет по карте метро. Птица вроде свободна, и клетки не видно, но заложена будто в ломбарде. Зверг птицы перо. Эх, выражение лица там такое, По ступенькам гуляет какого-то парка она, Где и небо, конечно, не просто другое, Где застыла навечно, навечно весна. Мне зима не страшна, Греет теплая шуба. Человечество просто дарю я тепло, В ощущениях всего лишь. И это не трудно. Вот и снежное поле блокнота Зеленой травой проросло. Шевелится внутри беспокойство, Будто темная вдруг полынья, И играет в душе звуковое устройство Мне сомненье. И вежливо слушаю я. В целлофане лежат мандарины, Взгляд гуляет по карте метро, Птица вроде свободна, И клетки не видны. Но заложено, будто в ломбарде, Жар птицы пера. Три напитка. Кто не видел моря, Конечно, тот не видел полмира на свете. Жизнь всегда нас то душит, то лечит, Постепенно, понятно становится истина этим. Три напитка нам в жизни дано. Среди прочих вкусить и изведать. Первый, как дорогое вино, По блаженному, что в душе оставляет он следу, Это в грезах, мечтаниях, любовь, В облаках и в одних представлениях От всех этих слов наяву Солнце светит во всех поколениях. А второй средь напитков – горящая страсть. Ярче он по силе блаженства, Но коварное в нем совершенство. Там чем выше, тем ниже упасть. Третий – нет, не напиток, нектар. Чистота, доверительность, Много чего-то, поверьте. Счастлив тот, кто сквозь грезы И дикий пожар доберется и вкусит. Напиток тот, третий. Ремонт отопления. Вот случился в бабушкинском военкомате, Как всегда, пожар. Погорело даже где-то отопление. Был мороза, самый ветеросгар. А от них нет даже изменений. Обещали в ЖЭКе за две тысячи починить. Говорят, давно не видели зарплаты. Там работа-то, ну, начас-то может быть. А они ужасно бедноваты. Срок прошел, но нет все ж результата. Надо снова, видимо, звонить. Им нужна ведь все-таки зарплата. Ну, а мне и отопление, может быть. Я себя и всех, конечно, проклинаю. Для себя и для других. Ищу я светлый путь. Да, я другой такой страны не знаю, Где так долго чинит что-нибудь. Цветы на подушке. Хм, какие юные глаза. Но прямо как цветник. И не заметить их нельзя. И не смотреть на них. Ресницы — это лепестки. Зрачки, как мед для пчел. Я долго вглядывался в них. И лето там прочел. Хотя вот осень. Солнца нет. Снег будет. И метель. Но лето будет. Много лет. Греть чье-нибудь постель. Там на подушке И те цветы. И те цветы будут расти, сиять. Завел ли сам читатель ты? Цветочную кровать. Океан воспоминаний. Пора мне строить корабли, Грузить злосчастную поклажу. Путь в океан лежит через залив. Воспоминания — бдительная стража. Их путь далек. В неясные места По морю памяти скитаться. И никогда живьем не попадаться. Пусть в тишине там с ними Говорит мечта. А я вдоль берега пойду. Пусть говорят со мной песок и камни. Я знал давно, что счастья не найду. И сам себя обманывал заранее. Пора мне строить корабли. Грузить злосчастную поклажу. Путь в океан лежит через залив. Воспоминания — бдительная стража.